Добрый день дорогие друзья! Сегодня 16 сентября 2023 год и мы с нашей группой сегодня отмечаем праздник Рошашана еврейский новый год или он еще называется Йом Труа праздник труп я уже в прошлом видео где мы разбирали осенние праздники и я рассказывала первую часть про этот праздник Рошашана там мы касались немножко продуктов там мы касались осенних праздников такие же как Йом Кипур и Суккот это три праздника осенних да но сегодня мы будем подробно еще разбирать праздник Рошашана ее теоретическую часть потому что есть такая практическая часть практическая часть заключается во-первых в как это ни странно в духовных вещах так например в Израиле допустим да или вот в синагогах по всему миру но во всяком случае раньше как отмечали во-первых праздник начинается вечером первого тишрея первый тишрей в этом году это был вчера пятница вечера за ходом солнца начинается с того что трубят шафары трубят шафары причем там есть четыре вида трубления я сейчас не буду об этом подробно рассказывать это очень интересно и очень интересные звуки разные звуки они разные означают вот потом все верующие особенно там хасиды они заходят все все синагоги и начинается богослужение богослужение начинается с прославления потом читаются из сидура это молитвенник на определенной молитвы и после этого там проповедь читается и когда заканчивается все богослужение люди идут домой и начинают праздновать и в качестве празднования это уже как я говорю практическая часть практическая часть это еда должна быть обязательно рыбья голова любом виде на столе но лучше если она уже обработана там или пожарена или сварена но можно и любую в принципе и в принципе этот праздник называется рожь ашана рожь это голова ашана это год ну аха или а это как бы приставка такая голова года то есть этот праздник с него начинается год еврейского календаря это 1 тишрея это седьмой месяц календарный первый определен богом как нисан а вив а и он празднуется весной вы знаете что 14 нисана это песок праздник пасхи вот бог сказал что это первый день будет у вас первым первый день месяц года и 14 числа отмечайте песок а седьмой месяц это тишрей месяц и 1 тишрея значит вот этот праздник праздник труб или рожь ашана голова года и вот этот праздник он славится не только трублением шафар и это означает это воспоминание как когда 10 заповедей бог давал на горе сенай очень сильный трубный глаз был он настолько был сильный с небес это не люди трубили в шафары а это бог трубил и потом он сошел на гору сенай и гора дымила сгорела и шаталась и народу стало страшно они говорят но если ты говоришь на с богом не с нами чтобы он говорил чтобы он с тобой говорил это когда вот он как раз давал заповеди и закон господь поэтому принято отрубить шафар вот в этот день также этот день это день создания адама это тоже ну так они считают евреи и людей так что ну и кроме того этот день этот праздник он всегда очень как сказать радостный сладкий танцуют поют много угощения там яблочко с медом нужно кушать рыбу фаршированную желательно ли можно жареную рыбу там или или голова чтобы быка там присутствует но это уже слишком по моему для нас внутри рыбной головы вполне достаточно инжир смоковница это много чего другого хала должна быть круглая но у нас например халу не нельзя купить только продолговатую я вот продолговатую ела халу ну что еще гранат гранат еще ну в общем там целый набор морковочку можно вот так порезать кружочками это означает как бы пожелание золотых монет то есть преуспевания финансовое преуспевание целый год и так далее но такие знаете я бы сказала мы это говорим что это приметы мы как бы в приметы не верим да мы верим живого бога и в общение с ним а вот эти все вещи ну мы как бы это делаем но не придаем такого большого значения что если мы там морковочку не нарежем да и не будем ее есть и не сварим ее то не будет денег у нас году но это же глупость или если мы не поедим сладкого меда с яблоком да что означает что весь год будет сладкий наполнены благословениями божьими то типа в нашей жизни придут благословения нет конечно это совершенно не от этого зависит как мы понимаем да но мы как сказать мы уважаем бога мы уважаем его праздники мы соблюдаем эти праздники нам интересны эти праздники и мы все стараемся о них узнать поглубже и получше и сегодня у нас хороша шана вторая часть то есть новые новые новая часть информации об этом празднике и я хочу вам сказать что я не специалист большой по иудаизму поэтому я буду читать оттуда откуда я нашла интересную информацию уж простите меня за это я не хочу ничего упустить а там много информации я что она интересная поэтому просто я желаю вам ну выдержки дослушать то что я вам сегодня хочу рассказать я вас и благословляю и так хорош кашана вторая часть хочу объяснить что эта информация взята с еврейского сайта с израильского сайта поэтому когда они пишут наш новый год но это евреи так считают что это их новый год и и все остальное мы там это все как бы от лица верующих религиозных евреев израиля но не обязательно израиль во многих странах есть евреи которые соблюдают эти праздники и в германии в америке и во многих других странах просто чтобы вас это не цепляло хорошо итак новый год приближается но имеется ввиду вот этот новый год руша шана еще одно звено во временной цепочке нашей жизни позади горести и радости заботы и достижения тревоги и надежды сбывшиеся и не сбывшиеся а что впереди годами меряем мы свою жизнь и жизнь своих детей своего народа и всего человечества ну а как быть с точкой отсчета свою жизнь разумеется мы отчитываем от дня рождения а жизнь всего народа а жизнь всего мира скорее всего от самой важной для каждого народа даты народы европы избрали точка отсчета один день китайцы другой арабы третий наш новый год роша шана это день сотворения первого человека адама шестой день творения в торе книги которую всевышний даровал евреям после исхода из египта рассказывается о сотворении вселенной природы и всего живого в ней там рассказано и о сотворении адама и о жизни первых поколений людей 20 поколений сменилась на земле к моменту когда на ней появился первый еврей авраам тура сообщает нам продолжительность жизни каждого до исторического поколения от авраама и до наших дней в еврейском народе от отца к сыну от учителя к ученику передавалась точная историческая хронология неотъемлемая часть еврейского наследия поэтому мы точно знаем что сейчас заканчивается пять тысяч семьсот восемьдесят третий год от сотворения мира наступающий роша шана будет первым днем нового пять тысяч семьсот восемьдесят четвертого года это в две тысячи двадцать третьем году то есть сегодня первый день пять тысяч семьсот восемьдесят четвертого года от начала сотворения мира с этих замечаний начинается и ими же заканчивается сходство представлением представлений о новом годе у нас и у других народов ибо через туру и традиции всевышний открыл нам удивительные принципы согласно которым управляет он управляет миром эти принципы действуют разумеется круглый год но некоторые из них особенно остро проявляются в день хороша шана рассмотрим их хотя бы в самом первом приближении принцип первый память все наши мысли намерения и поступки не проходят бесследно не канут в лету они регистрируются в высших мирах вплетаясь состоящую из миллионов и миллиардов стежков ткань представляющую собой колоссальное полотно свиток всеобщей истории человечества изучая туру во всем ее объеме и многообразии мы постепенно приближаемся к их пониманию принцип второй суд и приговор праздничный день роша шана все это полотно заново просматривается всевышним наши мысли и поступки рассматриваются и взвешиваются в точном соответствии с их истинной значимостью в их взаимосвязи с нашими способностями и нашим прошлым с поступками других людей и внутренней логикой развития судьбы каждого из нас рассматриваются и точно взвешиваются в тот же день небесный суд выносит справедливый приговор точнее его первую редакцию через десять дней в емкий пур он утверждается приговор кому-то в новом году суждено возвыситься и преуспеть кого-то постигнут несчастье одним будет сопутствовать удача а другим суждены страдания одним предстоит прожить долгую жизнь другим умереть до конца года не дожив до старости принцип третий наше исправление и исправление приговора тварец в любом случае желает не смерти человека а его исправление по-еврейски тшува вообще тшува это обращение к богу это покаяние так что вы понимаете наступивший год может стать последним годом его жизни а может новой возможностью для его исправления и утверждения добра в мире та самая логика нашей судьбы которая привела к одному варианту приговора при правдивом самоанализе и решимости изменить свою жизнь может привести и к совсем иному варианту помочь нам самоанализе и исправлении утвердить веру высшую справедливость именно этому служат и атмосфера и содержание праздника здесь нет ошибки именно праздника потому что если в день заседания земного суда разумный человек не позволит себе праздновать то частью нашего исправления в день суда всевышнего становятся праздничные одежды праздничная трапеза радостные пожелания да и вся атмосфера одновременно праздничная и возвышенная шафар центральной особенностью рошхашана по существу ассоциирующиеся с этим днем являются трубные звуки шафара шафар это полый бараний рог в которой во время новогодней молитвенной службы в синагоге трубят несколько раз ну еще этот праздник называется йом труа то есть день трубления это указывает на исключительную значимость трубного звука шафара что же такое заложено в душе каждого еврея что делает вслушивание в звуке шафара столь необходимым в день высшего суда давайте вспомним что говорит на эту тему еврейская традиция по сути наша коллективная память в тот великий день когда все евреи стояли у горы синай и получали тору как бы на волнах звука шафара они восприняли слухом и сердцем слова десяти заповедей произнесенные голосом всевышнего за 400 лет до этого на вершине другой горы моря там где впоследствии был построен иерусалимский храм стояли первый еврей авраам и его сын ицхак они выполняли удивительный приказ всевышнего авраам был должен принести в жертву своего любимого и единственного сына ицхака сердце авраама и ицхака мгновенно откликнулись на этот приказ мы выполним все что исходит от всевышнего в ту же секунду они были признаны достойными исторической миссии от них должен был произойти еврейский народ каждый из нас и в ту же секунду авраам увидел запутавшегося в кустах барана и тогда было сказано аврааму вместо ицхака принеси в жертву его еще мы вспомним что в священном языке иврите на котором говорил с нами всевышний и на котором написано тура слова шафар происходит от корня исправление улучшение далее заповеди и традиции праздника хороша шана как и все еврейские праздники хороша шана начинается незадолго до захода солнца хозяйка дома зажигает свечи и с этого момента дом приходит праздник вечерняя служба в синагоге особая ее слова настраивают на внутреннее содержание этого дня затем праздничная вечерняя трапеза как и каждую субботу и другие праздничные дни она начинается с освящения дня делается кедуш в переводе освящения произносится специальное благословение над бокалом вина звучит оно так баруха дуна и логейну мэлэга улам бурэй при гагафэн после омовения рук на телат яда им там тоже произносится молитва произносится благословение над самым важным продуктом питания человека хлебом но вы знаете да баруха та дуна и логейну мэлэга улам а мовцы лэхэм мингарец благословенный господь бог наш царь вселенной произвращающий хлеб из земли субботу это обычные халы в роша шана круглые символизирующие цельность которую мы желаем себе и всему народу израиля в новом году кедуш на телат яда им благословение на хлеб так начинается любая субботняя и праздничная трапеза после этого принимаются за еду в роша шана мы по традиции берем яблоко обмакивая его в мед и желаем присутствующим и всему израилю хорошего и сладкого года завершается трапеза как прочим любая часть любая часть у которой был хлеб благословением берканга амазон благодарностью всевышнему за еду за землю израиля за город иерусалим и за все хорошее что мы ежедневно от него получаем утром следующего дня особо торжественная и довольно продолжительная служба в синагоге течение ее несколько раз трубят в шафар причем обязанность умоляющихся является внимательное вслушивание его звуки за вносят свиток торы и по нему читают посвященные роша шана места а вслед за этим отрывок из книг пророков дневная праздничная трапеза в роша шана по своим традициям и обычаям не отличается от вечерней роша шана продолжается два дня первый день года роша шана является и первым днем месяца тишри или тишрей на иврите тиши как известно еврейский месяц начинается в новолуние всевышний передал еврейскому народу заповедь еврейский высший религиозный суд сангидрин или синедрион как в синодальном переводе должен на основании показаний двух свидетелей видевших накануне луну устанавливать точный день новолуние лунный месяц равен 29 с половиной дня и каждый конкретный месяц может продолжаться 29 или 30 дней поскольку не исключено что рассмотрение свидетельских показаний может затянуться почти до захода солнца то может случиться что постановление о начале месяца тишри и провозглашение роша шана будет вынесено слишком поздно поэтому еврейский закон предусматривает для роша шана два дня 30 и 31 дни от начала предыдущего месяца элула всегда продолжающегося 29 дней сангидрин может функционировать лишь в эрец израиль то есть только на земле израиля синедрион может функционировать и только если выполняются некоторые специальные условия поэтому после изгнания евреев из эрец израиль из израиля земли израиля сангидрин перестал собираться и мы перешли на фиксированный календарь замечательно рассчитанный нашими мудрецами в нем все дни новолуни и даты праздников установлены наперед однако поскольку роша шана отмечали в эрец израиль два дня и во времена когда функционировал сангидрин этот порядок был оставлен без изменений второй день роша шана по своим законом и обычаям не отличается от первого правда первый день праздника может прийтись на субботу и тогда в шафар трубят только во второй день который на нее не выпадает то есть получается сейчас не трубили а будут трубить сегодня вечером сегодня суббота вот когда закончится пятница первый день начнется второй день роша шана заходом солнца сегодня в субботу начнется там трубление от роша шана кем кипуру роша шана мы уже заканчиваем как и все еврейские праздники заканчивается с проявлением первых звезд однако его атмосфера не исчезает первые 10 дней года от роша шана до ем кипура называются десять дней шувы то есть раскаяния и исправления и завершаются они ем кипуром самым торжественным и ответственным днем года мы закончим традиционным для роша шана благословением на шана тува тикатеву в тихотему перевод такой пусть вам будет записано хорошее решение суда всевышнего на следующий год или второй есть перевод пусть будет записано и скреплено печатью решение что у вас будет хороший год аминь спасибо всем кто смотрел и слушал благословляю вас